Документы пещеры писем. Находки Мертвого моря Кумран. За два сезона раскопок 1960 и 1961 года были обнаружены 64 документа на еврейском, арамейском, набатейском и греческом языках. Употребление этих языков в деловой переписке одних и тех же лиц свидетельствует о сосуществовании их повседневной жизни. В этих предварительных сообщениях лишь некоторые небольшие документы процитированы полностью. Они дают яркое представление о неизбежных трудностях, с которыми связана работа над письмами и записками, где содержатся реалии и намеки, понятные только самим корреспондентам. Например, одно коротенькое арамейское письмо Барков бы гласит. Письмо Шимеона Бар-Касибы. Мир Ионатану, сыну Биая. Все, что Илиша скажет тебе, выполни. Будь здоров. Ионатан, сын Биая, известен нам из других документов. Это один из военачальников крепости Айнгеди, расположенной на северо-западном побережье Мертвого моря, в 6 километрах севернее на Халхевер, где этот архив был найден. Но кто такой Илиша и какой характер его поручения, разумеется, останется для нас тайной. Из других кратких письменных распоряжений Барков бы в критическое для восстания время выступает образ немногословного и решительного вождя. Так, среди связки папирусов, найденных в 1960 году, имеются четыре исписанные деревянные дощечки. Кстати, несмотря на распространенность такого вида пищевого материала, это первый случай находки в Палестине – письма на дереве. Найденные дощечки являются частями одной исписанной дощечки, которую разбили на куски, чтобы уместить в связку папирусов. На дощечках сохранились три письма распоряжения Барков бы. В одном из них Ионатану и Масабали предписывается конфисковать пшеницу и часть этой пшеницы доставить под охраной. В конце содержится угроза, а если вы так не сделаете, будете подвергнуты наказанию. В другом распоряжении Барков бы угрожает наказать всех жителей Текуа, занимающихся ремонтом своих домов. Наконец, в третьем распоряжении отдается приказ задержать некого Иешуа, отобрать у него меч и под охраной доставить этого человека Барковби. Многое в этих распоряжениях остается загадкой, чем провинился Иешуа, почему ремонт домов жителями Текуа вменяется им в вину. Однако, ясно одно. Продовольственное положение повстанческой армии Барковбы на последнем этапе восстания было крайне тяжелым. Поэтому из поля зрения Барковбы не ускользает пшеница, принадлежащая в чем-то провинившемуся Тахнуну. Может быть и жители скотоводческо-земледельческого поселения Текуа провинились тем, что не доставили армии вовремя и в нужном количестве продовольствия. Об особом внимании Барковбы к продовольственной проблеме свидетельствует также его письмо с решительным требованием немедленно произвести досрочную жатву лишь частично созревшего урожая. Или по мнению Ядина сжать только урожай уже созревших полос и собранное зерно направить армии. Текуа это небольшой город или поселение в 18 километрах юго-восточнее Иерусалима и 7,5 километров южнее Вифлеема на границе Иудейской пустыни. Текуа славился своими пастбищами. По преданию пророка Амос был пастухом из Текуа и овощеводством. Эйн Геди был очевидно экономическим и административным центром всего района, прилегавшего к восточному побережью Мертвого моря. Эйн Геди поддерживал тесные экономические связи с соседними сельскохозяйственными районами и был местом отгрузки продуктов и снаряжения для повстанческой армии. В рассматриваемом документе Бархов Кохбы бросает горький упрек военачальникам Эйн Геди, не выполнившим приказ об отгрузке продовольствия. Здесь говорится, в благоденствии вы живете, питаетесь из доходов дома Израилева, но нисколько не заботитесь о своих братьев. В одном документе Бархов Бархов приказывает конфисковать все имущество некоего Элиазара, сына Хитты, а самого арестовать и доставить Бархов Бархов немедленно до наступления субботы. Удастся ли когда-нибудь узнать причину столь суровых мер? В контратаках на аренду и субаренду земли, найденных в 1961 году, встречается имя Элиазара, сына Элиазара, сына Хитты. Возможно, что эти контракты помогут понять причину конфискации имущества и ареста Элиазара, сына Хитты. Среди находок 1961 года преобладают документы делового характера. О так называемом архиве Баббаты речь пойдет ниже. Сейчас мы коснемся контракта на аренду и субаренду земли, свидетельствующего об аграрной политике Барховбы. Согласно арамейскому документу, датированному днем первым месяца Иоанна года первого освобождения Израиля под руководством Шимеона Бархасибы, князя Израилева, некий Элиазар, сын Самуила, арендует у Хорина, одного из должностных лиц администрации Барховбы, участок зернового поля и вносит ему сумму арендной платы. Имя этого арендатора встречается в другом арамейском документе, от того же первого года восстания, где он выступает уже как покупатель огородного участка. Любопытна судьба самого документа. В свое время он был свернут в трубку и вложен в круглый тростниковый футляр. С течением времени свернутый папирус слипся сам по себе и кроме того прилип к внутренним стенкам футляра. Малейшая оплошность при развертывании грозила документу гибелью. Выход был найден с помощью операции нейрохирургическими методами, которую произвел нейрохирург Иерусалимской больницы. 45 минут длилась эта необычная, тончайшая и опасная операция в присутствии взволнованных профессора Ядина, нашедшего папирус, профессора Биберкраута, известного реставратора древних рукописей, и доктора Амирама, секретаря археологической экспедиции. Операция удалась блестяще, замечает по этому поводу Ядин, но больной почти мертв. Дело в том, что во многих местах документ был изъеден. Однако основное его содержание, к счастью, удалось установить. Еще в одном документе, датированном тем же числом, то есть днем второго кислева, наши компаньоны сдают неизвестному до сих пор лицу в аренду участок из оставшихся у них в общем пользовании арендованной земли. Таким образом, эти документы отражают последовательно заключение сделки с арендованной у правительства землей. Вначале четыре человека арендуют у должностного лица Барковбы землю, которая находится у них в коллективной аренде. Затем коллектив арендаторов распадается на две группы, по два человека в каждой. Далее один из компаньонов сдает своему партнеру по аренде участок, как бы в субаренду. Наконец, оба партнера сдают субаренду третьему лицу, часть оставшейся у них в совместной аренде земли. Имеется ли какая-нибудь связь между сделками, в которых фигурирует Элиазар, сын Элиазара, сына Хиты, и приказом Барковбы об аресте Элиазара, Бархиты и конфискации его имущества? Разумеется, до полного публикования этих документов невозможно даже пытаться ответить на этот, как и многие другие возникающие вопросы. Рассмотренные документы об аренде и субаренде свидетельствуют, по мнению Ядина, о попытках обойти эту политику путем скупки и субаренды, иными словами, об обмане государства. Необходимо отметить интересную особенность одного арамейского контракта на сдачу в аренду земли администрации Барковбы. Арендная плата вносится трижды в год, обусловленными в контракте частями в точно установленные сроки. Документ датирован днем первого месяца Иаяра, года первого освобождения Израиля, под руководством Шимеона, Бархасибы, князя Израиля. Как известно, точная дата начала восстания, и следовательно, исчисления эры и лет восстания являются нерешенной в науке проблемой. По мнению Ядина, благодаря указанным в документе точным срокам взносов арендной платы, возможно, удастся установить взаимоотношения между сельскохозяйственными годами и годами правления Барковбы. В датировке восстания может помочь также одной из арамейских писем Барковбы. Вождь восстания предписывает доставить действующую армию лимоны и пальмовые ветви. Согласно давно возникшему народному обычаю, в осенний праздник Суккот народ, собиравшийся в храме, держал в руках пальмовые ветви и лимоны. Иосиф Флавий рассказывает, как однажды во время такого празднества народ, собравшийся в храме, забросал лимонами царя Александра Янная. Пальмовая ветвь была эмблемой Иудеи. На монетах, выпущенных Барковбой, чеканились пальмовая ветвь и лимон. Римляне, подавив восстание 66-73-го годов, также чеканили на своих победных монетах Иудея побежденная, пальмовую ветвь. Распоряжение Барковбы о доставке лимона у пальмовых ветвей в трагическое для восстания время, когда Иерусалим уже был захвачен римлянами, имело, по-видимому, символическое значение и ставило цель поднять дух обреченных повстанцев. По предположению Ядина, документ составлен перед праздником Суккот осенью 134-го года, за 10 месяцев до окончательного подавления восстания и падения последнего его оплота Бейтара. В осенний праздник 135-го года Барковбы уже не было в живых. Согласно предварительным сообщениям профессора Лившица, будущего издателя греческих текстов находки 1960-го года, эти документы также содержат интересные сведения. Так, в одном письме на имя Ионатана передается приказание Барковбы о продовольственном снабжении. В другом письме на имя того же Ионатана речь идет о данном неком Агриппе, поручении вести переговоры с руководителями Айнгеди. В отрывках на греческом из пещер Нахал Цейлим сохранился перечень имен. Некоторые из них предваряются приставкой «брат», наименование, принятое в армии Барковбы. Среди этих братьев встречаются также имена не-иудеев, например, «брат Гай», «сиан» и другие.